салам пополам земляне земляне с вагинами короче говоря случилось вчера много всяких вещей неприятных у меня был дома ну поток можно сказать прорвался вот такой вот шланг прям по центру сейчас купил пойду заменю все ну и там проблемка будет еще в том что заржавела заржавела гайка которая смеситель держит поэтому средства для того чтобы также ее можно было открутить называется жидкий ключ займусь этим ну и в придачу ко всему залил компьютер кофе теперь он не включается не компьютер ноутбук тоже в общем нифига не приятно не хватало только мне наверное того чтобы метеорит на голову упал это было бы прекрасным завершением вечера но в общем вот не упал недоработка природы да а мы с вами двигаемся следующую серию надеюсь здесь тоже будет весело и интересно погнали вот такая вот здесь конструкция вот сейчас я этим самым валерой намазал она брызгал его должно отойти и думаю что вот эту гаечку открутим и тогда сможем вытащить вот эти шланги потому что так они ни хрена не вытаскиваются но нет тех крепостей которые мне взяли большевики и эту возьмем ну короче говоря товарищи сумел я в конце концов победить эту конструкцию с них получалось пришлось здесь разобрать все даже раковину снять потому что иначе просто я не мог ничего сделать ну ничего сейчас зато все это быстренько закончу да сейчас я поставлю новый шланг и все на место прикручу это гораздо быстрее нежели нежели вот разбирать вот так вот в общем рукожоп как-то так ну все дорогие товарищи все починено он кошка сидит кушает кушает я все сделал так что меня первый опыт прошел успешный теперь вся эта фиговина работает 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 стать очень даже даже здорово и кому кто молодец я молодец в общем слава мне вот так друзья товарищи короче говоря жизнь-то налаживается вот заработал который я залил просто взял и заработал разве это плохо это здорово а так плохо что на работе на меня чет наезжает он какую-то бумагу не не выполнил там хотя его глаза не видел и там это тоже доказывает одна у нас подружка пивная кружка мы ее называем что я отдавалась вообще никогда не видел и не слышал еще какая-то чертовщина но в любом случае повторюсь день налаживается и жизнь налаживает соответственно сейчас я пойду в магазин и куплю недостающие ингредиенты для ужина а на ужин я буду делать пастуший пирог национальное английское ну вот короче говоря дорогие мои друзья мы начинаем готовить пастуший пирог сейчас из этой картошки я буду варить пюре и пока она варится я займусь всем остальным это приготовление вот фарш здесь лук чеснок в общем всего всего по чуть-чуть и вот итоговое блюдо мы конечно же тоже с вами посмотрим все поехали ну вот товарищи здесь меня варится картошка мы должны сварить потом сделаем пюре а здесь мы обжариваем лук и чеснок то есть это для остроты для вкуса для аромата очень 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 вкусно это я вам прямо говорю сразу же значит лук продолжает жарится он должен прожариться до прозрачности до прозрачность у него пережарим мы займемся в этот момент мясом значит мясо мы добавим чуть-чуть паприки черного перца и сушеного розмарина сушеного розмарина и далее все вот это вот мы потом отправим к луку значит картошка варится и вот фарш тоже ну фарш я решил в целях удешевления блюда взять свинину вообще там рецепте про говядину речь идет говядину достаточно дорого стоит поэтому ну и и нафиг не будем никакого торжественного момента нету просто обычный семейный ужин ну а в оригинале а в оригинале вообще баранина с бараниной лучше не связываться если ты не умеешь вот я не умею поэтому не связываю а так как кулинария эта штука такая творческая поэтому поэтому можно вносить правки в любой рецепт да чуть не забыл еще нужно в мясо добавить немножечко томатной пасты вот мы пару ложек сюда добавили сейчас она такой вот красноватый оттенок приобрела таким оно и должно быть в общем вот так давайте-ка так картошка готова и сейчас будем делать из нее пюре но вперед я не буду вам показывать процесс приготовления потому что нет там нифига ничего интересного стандартная память картошку налить молока масла в обещании все готово все поехали ну короче говоря друзья все готово сейчас мы размазываем масло здесь и в принципе в принципе будем скоро накладывать все это слоями он еще дорожек пока бог с ним разогреется здесь в общем под хорошим огнем духовка уже разогревается что давайте приступим друге конечно я вам покажу когда все это будет сам процесс накладывания он не интересен да и помочь мне некому поэтому поэтому вот так сначала так а потом вот так в общем здесь такая слоеная штуковина сейчас я вам покажу внизу первый слой мяса картошка мясо зеленый горошек картошка и сверху сыр и вот это все великолепие вот это все великолепие у нас отправляется куда правильно отправляется в духовку и будет душиться там еще где-то 25-30 минут при температуре 180 градусов все погнали ну вот блюдо готово нужно кушать приятного аппетита мне семье и всем вам тоже ребята приятного аппетита добрый день друзья четверг наступил сейчас идут школу за дочкой на тренировку на раз есть пять минут для того чтобы дойти забрать ее быстренько заскочить домой и все вперед заниматься спортом а кстати вот этот пастуший пирог который я вчера делал удался очень здорово получился прям даже надо сказать я собой доволен ну и все остальные домашние тоже довольны потому что оценили по достоинству ночью вот так да и чуть не забыл у нас должна быть сегодня игра ну предпоследнее и под вопросом все потому что товарищ герусов опять преснопамятный про которого вы уже знаете и слышали натупил говорит с ним никто не связывался время не согласовывал хотя обе команды ему об этом говорили но в общем-то лига продолжает скатываться непонятно во что к сожалению и честно говоря не работать в ней не играть уже нет никакого желания и такое мнение достаточно у многих людей если была альтернатива я думаю многие бы отсюда уже ушли но пока альтернативы нет ну вот у родителей заработал лифт теперь можно принципе вполне себе ничего так ездить еще там у нас ну не знаю короче горячий лифт ну вроде как работает смотрите классно ну все у нас товарищ по матчу решилась играем сегодня в половину девятого вечера опять на запрудном на несчастливом для нас поле но не то что поле не счастлива несливая половина мы на этой половине очень редко когда выиграла все чаще как-то и ходим в минус но тем не менее когда ты должна прерваться вот это вот неприятная тенденция думаю сегодня мы с ней закончим во всяком случае очень на это надеюсь ну что друзья через час игра и я всегда прихожу на стадион заранее даже не знаю причину но это уже старая привычка в общем предпоследняя игра каким составом будем играть честно говоря не знаю но каким-нибудь сыграем любом случае и как бы не было тяжело надо побеждать надо побеждать для того чтобы чуть-чуть повысить себе настроение и получить хотя бы призрачные шансы на то чтобы зацепиться за тройку проигрываем пока 10 по ходу первого тайма по факту равна игра с небольшим нашим территориальным преимуществом у них даже момента не было когда забили но мы свой момент не реализовали к сожалению это все большому при большому сожалению надо такие момент реализовывать что надо момент реализовывать иначе иначе результата не видать все сравняли счет в общем все начинаем с нуля в принципе в принципе игра контролируется но к сожалению это очень мало осмысленности впереди так делаем все кроме кроме того чтобы забить мяч опасный штрафной перед нашими воротами нет стенка приняла и на джунда бороться до конца они грамотно выпускают мяч на угловой ну короче говоря результат тот же самый что и в прошлой игре 13 играли играли не смогли сдвинуть место барабан какой-то позор печально все это команда откровенно уже доигрывает сезон и нифига никак не хочет собраться ну чё ж теперь такие реалии нашей жизни к сожалению сожалению хотелось бы что-то лучшего но лучше пока не получается очень вот так ладно друзья давайте до новых встреч увидимся